Так, уровень пляж. Сейчас, по-моему, будет красивая составка. Ближе к вечеру я с умилением наблюдаю за красивой сферой на пляже. Я никогда не видел ничего более восхитительного. Я не знал, из чего была сделана эта замечательная сфера. Из стекла, кристалла или из какого-нибудь вещества. Но я испытывал сильный жар, словно мой организм насыщался новой жизненной... Бээээм, не успел. Не задумываясь, я подобрал таинственную сферу и решил забрать ее себе. Вот почему они на такой длинный текст сдали столько времени мало, а на такой короткий так много. С тех пор я жил мечтами о тех загадочных местах и событиях. Обкуренная кошка. Так. Чего нам предлагают? Нажмите left или right, чтобы катиться. Вот, собственно говоря, мы играем за эту сферу. Сейчас я буду долбиться в этот замок. Не знаю зачем. В первый раз долбился и сейчас подолблюсь. Мне нравится. Если нормально сведу звук, даже будет слышно. Какой-то такой красивый стеклянный. Звучок появляется от этого. Ну да ладно. Будем проходить в уровень дальше. Уровень мега сложный. Мы катимся. Мы прикатились. Вот. Это, собственно говоря, было вступление. А дальше начинаются уже более-менее интересные уровни. И уровень горы Арара. Или горы Арара. Арара. Начинаем. Ну, собственно, вот такая картинка нас и ожидает. Появилась музыка. Красивая. Вот если бы не музыка, эта игра бы вообще очень сильно напоминала игрушку Лимбо. Игрушку Лимбо я видел совсем недавно. Ну, собственно говоря, когда она только-только вышла. Даже пытался в нее немножко поиграть. Но как-то у меня там прошлось совсем немножко. И дальше не пошло. Не то, что игрушка была плохая, а то, что просто у меня как-то времени не хватило. У меня как раз в замыслах есть, что если я осилю пройти эту игрушку, то дальше пробую пройти Лимбо. Такие же темные цвета, но более веселое настроение. Более сюрреалистичное. Какое-то странное создание. С белыми глазами был. Ну, я уже перескочил экрана, жалко. Я бы еще потусовался с ним. О, черные одуванчики на белом фоне. Какие-то кустики. По-прежнему одуванчики. Катимся. Не падаем. Собственно, вот. Катимся дальше. Катимся, катимся, катимся. Ой, ой, змейка. Ну да, змейка была бы полной дурой, если бы захотела укусить стеклянную сферу. Так что она нам не опасна. Жаль. Катимся. И падаем. Ну, до чего-то докатились. Теперь у нас в соседях. Такое же странное создание, но уже в шляпе. Качается. Так, удерживайте S, чтобы перемещаться быстрее. Когда покатитесь по рампе, задерживайте left для ускорения. Так, где у меня кнопка S? Это у меня кнопка A. Во, это у меня кнопка S. Стоять. Не просто так выбрал эту игрушку, наверное, еще. Потому что... О, как быстро получилось. Потому что для нее не нужна мышка. И, соответственно, клавиатуру я могу взять на колени, а микрофон поставить туда, где у меня обычно стоит клавиатура. Иначе бы микрофон стоял очень неудобно. Я вообще не знаю, как меня было бы слышно. Сейчас, я надеюсь, меня хоть как-то дослышно. Ну вот, проскочили. Катимся дальше. Ай, мошка. Не, мошка не в игре, а мошка здесь. Что-то вроде как сейчас уже осень даже. Первый снег когда-то в Петербурге был. Хотя очень такой незаметный. Но вся эта живность до сих пор почему-то здесь обитает. А, не получилось. Так. О, бильярдные шарики прыгают. Ой, че это? Ага. А, вспомнил. В этой игре тоже надо собирать звезды. Как во многих, наверное, других казуальных занятиях. Сейчас я, по-моему, совершенно случайно собрал звезду. И меня выкинуло с уровня. Ну, не выкинуло с уровня, а досрочно позволяло завершить уровень. В результате я не пообщался с бильярдными шарами прыгающими. А жаль. Энергия появляется и исчезает. На этом уровне АС не работает. Вот. Нет он. Ладно. Потолкаемся с... Как его зовут? С ящичком. Простите, нафига вам был нужен этот ящик? Если я все равно, по-моему, с разгона могу перескочить эту яму. Тсс. Точно. О, даже не касаюсь. Ну ладно, фиг с ним. Нажмите Space для перезагрузки уровня, если вы застряли. Если я пока не застрял, то нам как бы намекают, что сейчас у нас может что-то не получиться. А, да. Вот если я сейчас сюда направо свалюсь, то остаток своих дней я проведу с этим странным, болтающимся из стороны в сторону белоглазым существом. Похожим на Херабрина из игры Майнкрафта. Правда, в Майнкрафте вроде как Херабрина никогда не существовало, но все знают, как он выглядит. Так. Ага. Катим, 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 катим. Ага, теперь нас не пустят к Херабрину. Пустят дальше в одуванчике. О! Не дали проскочить. Вернее, я не дал Сика. Первый раз играл. Сегодня проскочил вот этот экранчик. А он такой симпатичный, странный. Ваша способность ускорения восстановилась. Удерживайте ЭС для ее активации. Ага. Теперь у нас уже не только черные одуванчики, но еще и... Такое впечатление, что это какая-то такая ЛСДшная травка. Ладно. А, не хватило силушки. Дождик пошел. Собственно говоря, из-за этого дождика, будь он миладен, мне пришлось перезаписывать эту первую серию. Первый раз, когда я записывал, я писал все фрапсом. И этот дождик у меня получился настолько громким, что голоса было вообще не слышно. А с этим зайцем я проговорил, наверное, минуты-две. Потому что он такой милый. Мне хочется с ним дружить. А, не, ускорения мне не надо. Вот сейчас я буду с ним дружить. А-а-а. Ха-ха. Здорово. Ну какой-то он такой необхительный. Ладно. Не скучай, зайца. И снова ты, мой старый друг. Когда вы видите зеленый курсор, нажимаете янтер для его активации. Нажмем... Ой, не-не-не-не. Не падать. Ага. Стоп. Янтер. Как все просто. Ай, не, мне сюда не надо было. Ага. Или все-таки надо. А-а-а. Не-не-не-не. Не получится. Придется умирать. Обидно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сразу видно. Мозг устал. Шел после работы. Сел. Классно поиграл. Все. Все. Это такая незадача. Ну ладно. Сейчас. Раз янтер. Два янтер. Два янтер. Сейчас на нас упадет эта хренатень. Снова странный товарищ. Но нас не интересует. А вот здесь вот я умер раза два. Пока вспомнил, что надо нажимать на это. Блин. И сейчас я тоже, похоже, умру раза два. Как нажать... А, вот. Как нажать... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ага. О, ракеты. Красота. Ключ к решению уровня может быть косвенным. Такое странное слово. Если вы застряли, нажмите Space для перезагрузки уровня. Ага, вот я здесь. Снова общаюсь с своим другом, Херебрином. Ага. Здесь нам предлагают пообщаться с... С цементным ободом для закладки канализационных люков. Потому что это... Никак иначе я назвать не могу по-другому. Слишком уж часто я в своем городе видел такие фигни. Которые меняют в асфальте. Не меняют, но новые дома скорее оставят. Не крутится. А жалко. И... Глюки. Это уже даже не Херебрин. Это Херебрин в квадрате. Он моргает. У него черные зрачки. И целых... Три обода для закладки канализационных люков. Правда, поума, они мне здесь нафиг не нужны. Но все равно прокатим один с собой, чтобы не было нам скучно. Ну, а что? Мы сфера из непонятного материала, который бьется об камень со звуком стекла. Почему бы нам не пообщаться с вводами для закладки канализации. Так, вы можете ускоряться на этом уровне. Удерживайте А для торможения. При застревании жмите Space. Вот за эту фразу я готов переводчиков немножко пришибить. Потому что фраза «при застревании жмите Space» в моем мозге никак не ассоциируется с тем, что Space все равно останется перезагрузкой уровня сначала. Для меня это, когда застрял, то, соответственно, это будет ускорение или еще что-нибудь. Однако нет. Ну ладно, поехали. Так, тормозить мы можем этой клавишей, а ускоряться мы не можем. Ага. Тормозим. Тормозим. Не тормозим. Не тормозим. Чем забавна эта игра, что есть далеко не каждый уровень, вернее, далеко не каждый экран чем-то интерактивен. В принципе, мы ничего не делаем, просто катимся, как там, где ракеты летели или здесь. А не просто для красоты. Вот это очень симпатизирует. Этому очень симпатизируешь. Так. Ну вот у нас сменилась картинка, перестала быть такой черно-белой. С одной стороны жалко, а с другой стороны у нас появилось какое-то странное существо, похожее на помесь крокодила и волка. По-моему, он что-то от нас хочет. Удерживайте С, чтобы инвертировать силу тяжести. Если вы на потолке, вращаетесь по часовой стрелке и перемещаетесь налево. Ага. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А-а-а-а. Все. Волк нам не помеха. Полетели. Катится. Катится. Ага. Удерживайте А, чтобы остановиться. Удерживайте А вместе с Левт или Рай для точного перемещения. Теперь у нас уже такой глюк с большими глазами и в шлепе. Тоже ничего. Узкая дырочка. Узкая. Но мы в нее попали. А-а-а. Красота. Снова белый фон. Абсолютно натуральные горы. Может быть, даже это фотография, а не рисунок. Но передний фон делает свое дело. Вот это вот у нас место, которое я неправильно сейчас прошел. И сейчас я из этой цепи буду долго выпутываться. Потому что как только я отпущу силу тяжести, цепь будет падать на меня. А, нет. Не долго. Ну ладно. Красиво падает, слушайте. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яя сказал. Ну ладно. Янтер. Надеюсь, нам янтер, по-моему, не нужен. Нет. Не буду рисковать. А-а-а. Ну и, собственно говоря, на этом месте в свою первую попытку записать эту серию я и остановился. потому что прошло в первый раз уже около 20 минут, а сейчас я просто не засекал, и надо было бы заканчивать. Ну и проверить, что получилось, выяснить в результате, потратив примерно 40 минут на кодирование этой серии, что ни хрена не получилось, и начинать все заново. Но сейчас я ради интереса все-таки попробую пройти еще вот этот маленький кусочек, может быть даже закончу все-таки уровень под названием Горы Арара, а может быть и не пройду. Ладно, покатаемся. Удерживая, вы удерживаетесь в транспортном средстве. Так, а это у нас... Ага, вот это. Ничего. Покатили! Снова ракеты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А может мы сможем так пройти просто? Ну, в принципе, кстати, сможем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чё-то я как-то разогнался. Энергия появляется и исчезает. В некоторых уровнях она неактивна. Снова с нами наш странный друг чёрный мухомор с глазами и без шляпы. И какая-то ветряная хмельница. Так, ну чё. Покатились. 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 Да, катились. Ага. Теперь у нас уже треугольник. Ну чё. Дальше. Покатились. Снова дуланчики. В принципе, к сожалению, это моё видео никак не помогает в прохождении, потому что... Ничего умного я не говорю. Просто прохожу игру. Но, на мой взгляд, забавно. Собственно говоря, вот мы и прошли уровень горы Арара. И есть реальный повод закончить эту серию. Упробовать, сделать её. Может быть, даже сегодня я закончу. Всё-таки кодирование её убедюсь, что у нас снова ничего не получилось. И вас ждёт третий дубль. Это же серия, в которой я буду совсем злой и откажусь от своей идеи снимать летсплеи. Ну а пока что у меня ещё не до конца плохое настроение. И есть надежда. Всем пока.